Здравствуйте! В эфире телеканала Салям, выпуск новостей Акьярского телевидения. С вами Нурья Байгужина. Итак, коротко о главном. На родине башкирского рока прошел шестой открытый республиканский башкирский рок-фестиваль «Великая степь». Голубые береты Хайболинского района отметили 94-ю годовщину воздушно-десантных войск. Более 50 рок-музыкантов Республики Башкортостан на одной сцене. В Хайболинском районе прошел шестой открытый республиканский башкирский рок-фестиваль «Великая степь». О том, как это было, смотрите в нашем репортаже. Хайболинская земля распахнула свои объятия для любителей башкирского рока. Отрадно, что именно здесь более 30 лет назад зародились истоки этого движения. В этом году рок-фестиваль посвящен памяти легендарных основателей башкирского рока Газинуру Биктимирову, Диму Маннану, Айтугану Акилову и Ирику Атанову. Мероприятие началось с очтения аята. В память ушедших талантливых музыкантов раздали хайер, был подготовлен курбан аше. Просоединились к молебнию и участники фестиваля. С разных уголков республики приехали родные и близкие музыкантов. Ул шоу хатлымына таныс болды енді, бір бағат талат ауш куып тарып, беру мәне, түнін тұрып, истем, кайтып кегенде музыке яда тұрған енді, түнінгі сауат үстеме тұрып, истеб отыраған, тия, елхам келде, тип, үнкөйлеп талды, үнкөйліп талды, енді, елхам келді мә бүгін хэтгәтеп, шоу түнін де, енді, кел еланы кеналарды қарап, шоу вақыттала ядартырғайна. Нендей кені қарахала елам айынса қараманы енді. Шолай, үл бала құлықлы бұлды бетінде, балла архымақ бұлды. Менің балларымды мотор етіп, үзінің балла архымақ етіп, қараны, зұр рахмет. Я помню, когда я ходил в садике, в Сибае или в Ушамбае, папа мой прямо напротив меня работал. И всегда после садика забирал. Я у него в кабинете, помню, смотрел на него и восхищался, как он играет на барабане, сочиняет муцику. Мы часто бывали на его работе, видели, как он работает. Он очень усердно старательный был. Он также помогал мне очень много писать аранжировки для моих песен. Он всегда меня поддерживал у меня. «Великая степь» – это брендовое мероприятие Хайбуллинского района. Первый рок-фестиваль прошел в 2011 году. Важное условие – петь вживую. Перспективы развития этно-рока в республике, вопросы поддержки молодых групп стали основными темами круглого стола. У нас не поехал барабанчик в этот раз, потому что он заболел. А инструменты у вас откуда? Инструменты свои. Вот, допустим, гитары у всех свои. А у нас вопрос, а кто сегодня на барабанах будет играть? У нас на барабанах будет играть гитарист. Научился. А что, найдем барабан? Секар. А барабаны ваши? Барабаны не наши. «Великая степь» – это прежде всего музыка, вне форматов и рамок. С каждым разом фестиваль собирают все больше почитателей рока. Организаторы мероприятия – Министерство культуры, Республиканский центр народного творчества Республики Башкортостан и администрация Хайбуллинского района. Уже не первый год курирует данный фестиваль ведущий специалист Республиканского центра народного творчества Республики по жанрам творчества Элита Саидовна. Я являюсь куратором этого фестиваля от Республиканского центра народного творчества. Стараюсь приезжать на каждый фестиваль, потому что я этот фестиваль очень люблю. Очень нравится мне патриотическая составляющая, казалось бы, рок. Да, тем не менее, на башкирском языке он звучит по-другому. И я думаю, вновь приезжающие участники, они полюбят башкирский рок обязательно. Петь на одной сцене с легендами башкирского рока ответственно и почетно. Группа готовилась к мероприятию очень долго и основательно. Рок-группа «Урал» пять лет радует своим творчеством жителей Республики. Рок-группа «2035» делает первые шаги в музыкальном мире. Мы впервые сюда приехали выступать. Вообще, мы сами удивились от такого, что такие рок-фесты у нас бывают в Ашкортостане. Это очень даже хорошо. Исполняем свои песни, но вот раньше исполняли каверы на Виктора Соя и такую вот музыку. Ну, сочиняем сейчас свою музыку, в общем. Музыка Почетатели башкирского рока тепло поприветствовали представители Министерства культуры, Республиканского центра народного творчества и деятели культуры Республики Башкустан, представители Оренбургской области, администрации Хайбуллинского района. Почетные гости исполнили первый аккорд рок-фестиваля. Ковыльные степи зарождают стихи, песни. И уже не одно поколение рок-музыкантов нас радует своим творчеством. Есть и молодые, которые сегодня уже следуют за своими старшими поколениями. И мы гордимся, что именно башкирский рок радует нас на нашей земле. Пусть сегодняшнее мероприятие пройдет с хорошим настроением. Рок – это, наверное, состояние души населения. Через эти слова, через эти песни мы это доносим до всех. В 1902 году, в феврале, в 1-м году, в Урал фестивале уйти, в сахне келеп сахталар. и в киеве и дарвиш хан и и и и и и и Талантливые музыканты Газинур Биктемиров, Дим Маннан, Айтуган Акилов и Ерик Атанов оказали значительное влияние на развитие башкирского рока. Их произведения продолжают исполнять молодое поколение. На экране демонстрировались интервью, клипы музыкантов, хроники прошлых лет. Со своими воспоминаниями делились родные и близкие музыкантов. Исполнила песню Ерика Атанова его дочь Айгуль Валиева. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Открыла фестиваль легендарная группа «Рух». Состав коллектива за многие годы, конечно, изменился. Но они все так же продолжают радовать своими песнями зрителей. Их произведения не теряют актуальности и по сей день. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Продолжает дело руховцев рок-группа «Беркут» Акерской детской школы искусств имени Юмабая и Сембаева. Ребята под руководством Байреса Аминева не первый год принимают участие на фестивале. Генеральный директор Республиканского центра народного творчества Республики Салават Киреев вручил группе сертификат на профессиональную запись песни в звукозаписывающей студии центра. Генеральный директор Республиканского центра «Беркут» Большая честь для нас выступать с такими большими легендами. Спасибо организаторам за то, что пригласили, за то, что помогли нам расти. Мы растем через сцены и надеемся, что в будущем мы будем покорять большие сцены. Почетным гостем рок-фестиваля стала любимая всеми группа «Дервиш Хан». Со сцены звучали всем известные хиты «Зульфия», «Уралэм», «Нисик Бархан». Эти песни все так же заряжают энергией и восхищают. Невольно они вернули каждого гостя мероприятие в далекие 90-е в молодость. На фестивале царила неповторимая атмосфера свободы и творчества. Собрались почитатели башкирского рока со всей республики и не только. Очень нравится. Это очень такое событие для района, для Акьяры, для молодежи самое главное. Что-то такое интересное. Всегда посещаем с детьми, с родными. Очень все нравится. Басынан алып, қарап тұрабыд. Бек Оқшай. Удебилдің легендар Руқ түркімінің ерларын ұпманып қарап тұрдық. Бұлай Ағай Асқаровтың ерларын тыңлап тұрдық. Зайтолың ерлерrak-шаркинлар қарап түркімінің кеп Jennifer Руқ бүл ұпманあり, Это был фестиваль. Зажигательные и яркие выступления рок-групп заряжали адреналином. Неповторимое сочетание народных инструментов, как домбра и курай, с современными гитарами и барабанами дополняли друг друга, придавали мероприятию еще большей колоритности. Проект «Хамза» исполнил песню рок-группу «Дервиш Хан». Ну, вообще все волнительно было, потому что, я же говорю, мы первый раз уходим. Ну и, конечно, очень сильно мы боялись критики. Здесь же все-таки группа, которая эту песню вообще исполняет, поэтому волнительно было перед ними выступить. А с группой, ну, когда вместе все делаешь, меньше волнуешься. На всем протяжении вечера проходил розыгрыш лотерейных билетов. Все билеты были проданы задолго до начала фестиваля. Счастливыми обладателями главного приза телевизора стала семья Фазоловых из села Акьяр. Приз получила сестра главы семьи. Супруга сегодня купила билеты, значит, ну, узнали, что разыгрывают лотерейные билеты. Решили купить, вот взяли и не ожидали, что выиграем приз главный, так скажем. Ну, хочу, конечно, поблагодарить организаторов за такую организацию, за такие концерты, ну, и побольше таких мероприятий. Спасибо. Завершилось мероприятие дискотекой. Еще долго не смолкали звуки башкирского рока. Зрители не расходились, продолжали танцевать. Следующий рок-фестиваль организаторы планируют провести в 2026 году. Нурья Байгужина, Маргарита Тихомирова, Венерт Улубаев, Ельнур Крымгожин, Гульна Сурина, Служба новостей, село Акьяр. Ежегодно 2 августа во всех уголках России отмечается День воздушно-десантных войск. Отметили этот день и хайболинцы. Поздравили десантников, представителей районной администрации и общественных организаций. О том, как прошел праздник крылатой пехоты, в сюжете далее. Участник пяти парадов в Москве. Ежегодно гордо возглавляет парадный марш десантников в родном районе. Четко и бодро идет в строю, несмотря на свои 78 лет. Ахмед Хамедуллин, почетный гражданин хайболинского района, с большой радостью вспоминает годы службы в рядах воздушно-десантных войск. Участник пяти парадный марш десантников в рядах воздушно-десантных войск. У вас славная судьба. Вы когда-то попали в ряды воздушно-десантных войск. Вы осуществили мечту каждого призывника, наверное, и нынешний каждый призывник мечтает об этом. Вы люди славной судьбой. И в первую очередь благодарны, что вы в свое время достойно отслужили и сегодня достойно несете это имя. В этом году исполняется 94 года со дня образования воздушно-десантных войск. Традиционные праздничные мероприятия начались с возложения цветов и торжественного митинга. Минуты молчания почтили память всех, кого нет в живых. Важным моментом праздника стало награждение благодарственными письмами и грамотами. Быть несадником – это гордо. Годы службы останутся в памяти навсегда. Служил в городе Каунс, Литовский СССР. Когда в 68-м году в Сехословакии заваруха была, нас всех туда перебросили. С августа до декабря мы находились в Сехословакии. Перед Новым годом только нас отпустили. А там разговор такой был. Несколько военных командующих. Какие войска в Сехословакии оставить? А наш, тогда Маргелов Василий Филиппович, командующий ВДВ, он сказал, десант должен стоять в Союзе. Поэтому нас там не оставили, а там оставили танковые войска. И мы перед Новым годом приехали сейчас в Каунс. Нас быстро-быстро оформили и демобилизовали. День баса. День воздушно-десантных войск – особый день. Десантники были и остаются о простом героизме, стойкости и беззаветной преданности Родине. Они и сейчас продолжают трудиться на благо своего района. С 29 по 4 августа 2024 года в дежурную часть отдела МВД России по Хайбульнскому району поступили следующие сообщения. Пять дорожно-транспортных происшествий без пострадавших зафиксировано в селах Актьяр, Подольск. Автомобили получили механические повреждения. За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии составлены протоколы об административном правонарушении в отношении жителей сел Бурибай, Подольск, Уфимский, Садовый, Савелевка, деревень Юлбарсово, Валитово, Абдульносырово, деревень Юлбарсово, Валитово, Абдульносырово, Ямало-Ненецкого автономного округа, города Норельск, села Зилаэльского района и Благовещенского района. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание!